Увеличилось количество дистанционного в общей массе, но в целом количество поступлений осталось, то есть кражи очень меньше из-за ковида. Здравствуйте, я сбежал. Да нет, не получится. Замогу. 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 Здравствуйте. Хорошо. Постоянно не знаю, да, а то есть камера, по-потому. Мы теперь знаем, кто есть в тумках. Помещается повышение роста кибел-преструкности, фестивальных мошенников, все больше каких-то способов обману жителей, да? Как думаете, как с этим бороться и о чем вы говорите сейчас, как вы говорите сейчас? Как зависит от председателя общественного совета Министерства отделов республики Сахар-Якутия, безусловно, общественный совет сейчас озабочен тем ростом преступлений в киберпространстве. Чаще всего это телефонное мошенничество, когда наши люди, независимо, кстати, от возраста, попадают и молодые, и возрастные, и лично старшего поколения. Для старшего поколения это достаточно даже бьет по карману, это последние сбережения. Люди отдают мошенникам, веря в то, что они предлагают или быстрый заработок, или пытаясь сохранить якобы те сбережения, которые у них есть в банке, и кто-то якобы из мошенников пытается вытащить их средства. Оказывается, это сами мошенники, и людей же разводят на огромное количество средств. Миллионы отдают накопленные годами средства. Какие сейчас меры предлагает общественный совет? Понятно, что органы полиции сейчас проводят активно пропаганду посредством средств массовой информации, есть билборды и прочие вещи. Мы же идем сейчас по пути, вот я вот с предложением проводить уроки финансовой грамотности среди населения, где доходчиво будут объяснять, что и под высокие проценты деньги никогда ты быстро не заработаешь. Это явно где-то какой-то развод для человека. И под то, что не надо отдавать свои пин-коды от карты, называть все цифры, называть свои персональные данные, что это просто с предложением проводить уроки финансовой грамотности среди населения, где доходчиво будут объяснять, что и под высокие проценты деньги никогда ты быстро не заработаешь. Это явно где-то какой-то развод для человека. И под то, что не надо отдавать свои пин-коды от карты, называть все цифры, называть свои персональные данные, что это тоже может быть один из элементов мошенничества и может распрощаться с деньгами. Благодаря нашему центру финансовой грамотности в республике, который работает при поддержке Министерства финансов России совместно с Министерством финансов республики, этот проект будет реализован. Я вот благодарю одной из еще и общественниц, это Якушева Рита, которая проводит эти лекции. Мы их проводим сейчас в режиме онлайн, посредством Зума, и огромное количество желающих не только с фондовасского УУЗа могут подключиться, а в целом жить в республике и послушать, как грамотно инвестировать, и что такое инвестиции, чтобы не попасть на лоб в мошенников. Они достаточно сейчас ушлые пошли и пытаются облакошить простого человека. И наша задача – общись настидать экономику.